Как пользоваться шигуровской мукой, высшим сортом и цельнозерновой. И очень вкусно. Что касается высшего сорта или первого сорта, то я рекомендую использовать эту муку в качестве добавки к обычной гостовской муке из обычного магазина в объеме 10-30% от общего количества в рецептуре. Потому что мука шигуровская, да, она очень вкусная, но у нее очень упругая и нерастяжимая клейковина. Такие особенности и свойства муки. Если хочется выпекать хлеб 100% на шигуровской муке или сделать максимум возможной этой шигуровской муки, то я рекомендую ставить на ней опару. Причем первый сорт я люблю больше, чем выше сорт. Разница небольшая, но такие у меня пристрастия. Вот, я рекомендую следующее. Делать автолиз без закваски и делать его долгим. Час можно делать даже через холод около трех часов. Так клейковина расслабится и после обнесения, да, будет легче получить объем. Особенность, если сделать с шигуровской мукой все процессы, так же, как и на обычной муке, которую я использую обычно в рецептурах, изделие получится меньшего объема и так же изделие будет бородить гораздо дольше, чем на обычной муке в районе часа. Можно легко добавлять, если использовать 100% шигуровскую муку. Один из методов ослабить клейковину – это сделать автолиз без закваски долгий. Вот, собственно, и все. Мука очень классная и очень вкусная. Я ее, в принципе, рекомендую, особенно цельнозерновой.